Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отчет за прошедший день. Номер 74. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 23 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Представить просто невозможно, как тяжело на сердце, как только я не умер, император как-то пишет. Было все. А задуматься было есть о чем. 300-летняя династия рушится, империя, крушение империи, немецкая и другие. Как это все к этому шло. Веселились, все было, и даже хорошие цари были. Но главное это не в хорошем. Хороших много там в аду, как вот Бехса и Задов в кино показывают. Там много их таких. Главное это цель жизни. Какая? Главное. Ну просто подвести итог и сказать, для чего человек вообще родился, живет. Ну не так же, как Пушкин. Жизнь, жизнь надо для того, чтобы жить. Ну и что он ответил-то? И ответ должен быть определенный. Четкий. И несомненный, его нельзя никуда сдвинуть. Вот для чего родился человек? Вот придумали. Сына родить. От тебя это совершенно не зависит. Сын или дочь, или бесплодная жена будет. Ничего нет. Бывает бесплодный муж, и хоть 100 жен будет, ни одна не родит. Значит, да и зачем он сын? Это может быть какой-то Гитлер или Ленин. Сталин. Второй дом построить. Великая важность дом построить. Некоторые строят, продают, уезжают. И дерево посадить. Ну уж деревья-то садят, лесники их вообще, и строители. То есть не знают люди. Не знают. А для чего тогда написана Библия? Сие же написано, дабы вы поверили. И дальше говорит Иван Гристиан, что Иисус, Сын Божий, который умер за наши грехи. Это написано вот для чего. Давай-ка мы сейчас посмотрим. Это я внезапно на это пошел сказать здесь. Ты сейчас мне здесь напишешь маленько, мы прочитаем, как эпиграф тоже возьмем. Сие написано. Ну-ка теперь откроем, есть это, найдем или нет. Да, есть. Иван Гристиан, что написано? Атанна 20, 31 стих. Вот для чего. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Жизнь? И так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что пользу весь мир приобретешь? Что пользу, когда у тебя тысячи детей будет? Ты проживешь тысячу лет. В Аде нет исследований об годах, так Сырахов говорит. Вот, чтобы поверили, что Иисус есть Сын Божий. А нас много, 2 миллиардов, хоть 100 миллиардов будет. Цель остается та же самая. Если этой цели не достиг, вообще зачем ты жил? Ну, много имел всего. Где Березовский? Ему это надо. Где Сталин был? Таким богатством обладать, как царь Николай II, это вообще были и крезы разные. Где это все? Где? К людям нельзя было прикоснуться. А представьте, как эта картина разыгрывается. Вот пишет об этом Гоголь. Там где-то в могиле идет разговор. Мертвецы идут, черви говорят. Ну и ты их как-то, что любишь? Я люблю глаза. И вот никто уже не скажет. Он проедает глаза, одни глазницы остаются пустые. И дальше раскапывает череп. Вообще как будто тела никакого не было. Ян зато говорит, посмотри, ни одежды, ничего. Кто это был, царь или кто? Никто не определит. Определит мужчина или женщина, это и то только может быть какие-то признаки. А так вообще ничего неизвестно. А раб это был или гладиатор, борец. Главное это, для чего это все нужно было. Вот это надо сказать. Для чего мы... Сейчас стали говорить об этом. Постой-ка. Вот. Какая была беда в стране. А я подумал о том, вот слово измена на первом месте стоит. Стирахко говорит, в мире все надвое. Огонь, вода, благословение, проклятие. Все надвое. И вот измена. Измена бывает и хорошая измена. Это житие святого Киприяна Карфагенского. Он подписал договор, что умру, душа тебе принадлежит. Сатане. И потом изменил. Уверовал во Христа. Главный колдун Востока. Колдун. В положительном плане может быть тогда, когда ты к греху где-то подписался, был член коммунистической партии или фашистского СС. И потом обещался в верности. И вдруг вышел оттуда и сказал, служу Христу и пошел на Голгопу. Вот о чем. Ну и трусость, трусость, если понимать слово боязнь. Я сегодня с другой стороны хотел посмотреть. Слово трусость это боюсь. Боязнь. Боясь согрешить. Бойся Бога огорчить. Тоже может быть в положительном плане. Только в одном направлении. Все остальное смертельно опасно. Но обман никак не подходит. Как я его не крутил, обман остается обманом. Но иногда говорят, как у Ефрема Сирина, он мудро поступил, обманул. Там еретик, он пришел, а его дома нет. Он хозяйке и говорит, я его друг, этого еретика. Не называй я даже его. И вот, мне книгу бы его надо. Но она поняла, дала хранительность. А он ее взял всю, каждую страницу клеем обмазал, принес. И она положила, а тот и не знает ничего. Но обманул, но явно, что обман был. Но считается, это православный обман, это хороший обман. И когда наступило диспут, время, он открывает, а оно еще там как кирпич все. Вот какие мы мудрые православные. Я нахожу, что обман в любом варианте неприемлем. Женщина родила ребенка. Родила в преклонных, говорится, годах. Первый ребенок. Роды были очень трудные. И ребенок родился мертвый. И она только одно шепчет. Это живой ли ребенок? Она ради этого жила. И врачи консилиум сразу судят. Говорить или не говорить? Если сказать, она умрет. Лучше подождать, нет, или она придет хотя бы, сердцебиение. Это на правильном пути будет. И тогда сказать. Это один хирург и говорит, нет, нужно сказать. Если правда может убить человека, пусть умрет. Это я у доктора Мартан Сенова прочитал. Христианская нравственность. Все два тома. К этому и надо идти. Когда меня судили. Но православных такое и есть. Ложь во спасение. И отец Геннадий Фаст на суде говорит. Игнатий о других православных отвечает за тем, что никогда ложь не допускает. Никогда и нигде и никакой. Вредно, не вредно. Он даже об этом не думает. Моя задача сказать правду или не сказать. Два варианта. Вот так вот тут я должен сообразить. А ответственность за правду, конечно, никого не выдать, ни сего. Гонится за человеком. Ну, видит, что по следам как будто сюда зашел. И знает, что здесь живет человек уважаемый. Открывает дверь, стучатся. У вас там есть такое или нет? Он ничего не говорит. Раз за дверь поставил, тут вешалка вам. Зачем я буду отвечать? Вы все равно не поверите. Открыл дверь, идите, смотрите. Да нет, нет, мы только хотели открыть. Идите, идите, смотрите, чтобы не говорили, что я тут что-то не так сказал. Все, и они повернули, назад ушли. Спас человека и не солгал. То есть тут надо умудриться. Для спасения я только. Ну и то это еще так. Ну и тут, там утром у меня петуха нельзя держать, петушка головы воркуют. Чтобы мне посылали модераторы раньше все, что посылают на контакты, на одноклассники, а я там не бываю. Вот считайте просто, что. Сами заходите на наш форум. И сами ставьте свои материалы. Ну и объявление уже даю неоднократно. Всего только два человека нашлось. Третий сейчас какой-то вышел. Краткое содержание наших роликов. Просчитайте. Просчитайте и... Ну помогите. Люди нуждаются. Я не могу, ни под каким видом не могу. Его просили вот перевести на нашем сайте. На нашем сайте. Вот я сейчас еще раз покажу. Где тут наш сайт. Вот он, наш сайт. И на нем наши книги. Вот здесь вот книги есть. Здесь звук и видео. Ну тут все здесь есть. И вот теперь перевести написали вот в эти буквы. Что там такое? Это то, что, говорит, едут студенты, они могут читать в дороге. А ваши, говорит, не переводятся. Переведите, помогите мне все это. И скиньте. Я дам модераторам администрации, и они там это сделают. Это вчера я ролик составил такой. Утро. Кормление бедных. Боязливым голод и погибель. Это о собаках речь идет. Так интересно получилось, когда большие обижают маленьких. И как раз это 23 число. Я показал, вот так и празднуют день армии. Мужик мужика поколотил, побил или убил. И собаки точно так же идут. Отбираетесь. У тебя уже лежит мясо несколько, а другой стоит, замерзает. Юрий Соборев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю Бога за то, что через вас был указан всем нам прямой и истинный путь веры через Слово Божие. Вот понимаете, кажется, еще особенного. Вот протестант. Для протестантов еще особенного. Для православных это непонятно. Как православные и через Библию. А как же, батюшка, благослови. Ну как же, у нас предания сохранить надо. Традиции. Ну он понял это. Вот у нас на первом месте. Я показываю. Везде у нас написаны слова и Слово Божие. Дальше. Вчера столько вопросов было на занятиях. И словно специально Господь устроил и умудрил меня ответить на все точно по Писанию. Не в полноте, конечно. Вечером память не напомнила и о иных стихах. Но касательно темы, как и есть, не от себя. Словно промыслом так подбирались вопросы, чтобы я знал на них ответ. Понимаете, какой-то человек преподает в государственном университете, в академии, ведет занятия при епархии. И какой простой ответ. Видите, чтобы я знал на них ответ. Кое-что я забыл. Простота какая. И чем он чаще выступает с этой простотой, тем больше его Бог открывает. Вот у меня было такое, что люди прямо в доме моем беседовали, сектанты обращались. Есть такие, которые потом стали против, и они, да я и до вас знал, ходили в занятия на университет, там уверовали, а потом что-то не заладилось. Да я и до прихода на занятия это знал. Я еще не знал, чем это кончится. А кончилось тем, что ты знал, знал, Господь как будто обрезает, и ты возвращаешься на то место до нашей встречи. И ничего там и нету. И он ушел в мир. Единственный, кто абсолютно везде упоминает, где он обратился, Геннадий Фаст, город Абакан, Константина и Елена храм. Он везде подчеркивает, как он внизу стоял с банкой краски, первый раз встретился, я на лестнице там ремонтирую базу. Он все подметил, какой разговор был, это все у нас на нашем форуме есть. И так обильно его Бог благословил, он магистр богословия, в московской патриархии все эти люди. Там они трудятся. И он везде подчеркивает, и тем обильнее Бог его благословляет, почему он фундамент сохраняет. Я всегда говорю, а меня упрекают, зачем вы это говорите? Что я получил Библию среди пятидесятников. Я ничего там не было. На дому я у них был, они дали мне Евангелие, я в этот же вечер обратился. Вы бы не говорили, а так думают, что вы сектант, 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 сектант. Ну и что был сектант? Ну что был сектант? Ну был гонитель, самый страшный гонитель, убивал христиан. Шел в другие города, даже в эту Сирию воинственную зашел. Ну еще, но главное, что он стал апостолом. И далее. И эффект однозначный. Это говорит Бог через Святую Библию. Все иное суе мудрее. И еще, с днем защитника Отечества вас. Да, да. Ибо кто же, как не вы, более полувека защищает истинную веру, православную от еретиков и безбожников. А кроме того, делает их еще и друзьями и соработниками Христу. Вот видите, человек как это понимает. А думаю, нет, сектант, сектант, прелесть, гордыня, прелесть, гордыня, прелесть, гордыня. День и ночь. Вот это и есть помешательство бесовское. Они не могут выйти из этого. Выйдите, отстаньте. Другая есть цель. Прославить Бога. Не искать врагов. Ну, даже если я не так где-то ошибся, ну, простите, прошу. Им это не надо. Нужно уничтожить. Ну, съел ты меня, поперхнулся, нет там. Я костлявый, могу в горде застрять. Ну и что? Какая польза-то от этого? Я ко врагам обращаюсь. И за них все помолитесь, чтобы Бог маленько воссиял для них. Хоть чуточку свет у них просиял. Они уже в аду находятся буквально. Непрерывная ненависть. Зачем это нам нужно? Не надо это. Страна на грани полного исчезновения стоит. Храни вас Бог, по ком братьям Володе и Никите. Ну вот. Ответ. Вы внимательны ко всему нашему. Это дает такие плоды. Многовкусовые. И по вкусу каждого, как лепешка с медом. Исход 16 глава 31 стих. И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна. Она была, как кориандровое семя. Белое, со вкусом же, как лепешка с медом. Только что с улицы зашел, кормил собак. И в конце совсем небольшое слово о том, что значит этот день 23 февраля. И как наглядный образец показал на собак. Где одна другую обижает и забирает все себе. А той, хоть ту же ночь ложись на морозе и подыхай. Вот тебе революция и драка. Вот он говорит сюда, жду ролик этот-то. Ну я его так снимал, кто-то снимал у меня тут и разорвал. А я соединять не умею. Поэтому я отсылаю. Там делают специалисты, соединяют, как-то ставят. Только через неделю будет. Алексей Матюшин. Это человек, как говорится, сложной биографией, неблагополучный. Как он обратился? Благодаря тому, что отбывал до химии уже после отсидки. Сидел. И тут недалеко от нас был. А я две собаки у меня было. Восточно-европейской общарты. Ученые-то. И я грабителей, которые грабят вагоны, задержал. Заставил обратно эти холодильники, масло там, ковры занести. А их отпустил. Отпустил. Дали слово, что никогда не придут. И больше они не пришли сюда. То есть. Это моя биография-то. Ну а тут пришел рядом милиция, опорный пункт милиции. И давай милицию обречать. Почему не работаете? Почему вы не смотрите? Надо глядеть за этим делом. А он говорит, я испугался. Как так с милицией так разговаривать-то? А потом познакомились. Он к нам пришел, принял крещение. Теперь уехал в другую страну. И там батюшка ему дал разрешение официальное. И сказал, Алексей, Матюшин будет вести занятия. Ну и люди ходят. Он на занятия по нашим книгам. А потом как-то что-то за связь со мной его сбросит. За связь. Какая связь там? Он все самостоятельно делает. Он принял крещение с полным погружением. И он пишет, помолитесь в это воскресенье. Вот у нас меня там, где сказать, убирают. А я уже привык к этому. И мне нравится. Он художник, рисует иконы. Иконописис, к слову сказать. Ну и теперь он говорит мне вчера. Алексей Матюшин. На занятиях не все записывают то, о чем проходим. На следующих занятиях спрашиваю, пройдя на материале. Мало кто может ответить. Хочу запретить без тетради на занятия не приходить. Не перегибали я планку. Видите, какой простой человек. Я ему это вот дальше говорю. Мне это очень нужно. Ответь. Я отмечаю. Иезекииль, 2 глава, 7 стих. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Вот и весь ответ тебе. Ты говори, только говори, а дальше Господь покажет как. И что дальше? Пусть все ходят, не запрещай. А что тебе сказали в воскресенье? Мы же молились о тебе все. А что тебе сказали в воскресенье? Вот вопросительный знак был. Поставь его сюда. Вот. А он отвечает мне. Очень благодарен вам за молитвы ваши. Я так и думал, что вы молились. Отношение ко мне резко изменилось. Священника поставили другого. Прихожане, которые были против меня, сейчас утихли. Сидим в недоумении. Как все быстро изменилось. У меня смущение. К чему бы это все? Что скажешь? В молитву верю очень. Но чтобы все так вот быстро... Ответ. Я отвечаю. Становись на молитвы. Вместе возблагодарим Бога за милость его великую к нам, чадом его. Понимаете? Вот люди говорят, молиться, молиться. Человек, имеющий живую веру, имеет связь с живым Богом. И при том это не один раз. Вот пишут у нас священник. Он запился. И мы не знаем прямо, что делать. И как. Может помолиться она? Мы помолились. На ней через день пишут. Странное дело. Говорит, юпархия убрала его, а прислала другого. Вот а как так может быть? Мгновенно отвечает Бог. Мгновенно. И иногда десятилетия будут. Надо верить Богу. Вот ответ. Дальше прошу. От кого зависит ставить, заканчивать наши ролики. Заканчивать. Закачивать. Наши ролики. Быть внимательны в папкам. Ибо в них по несколько файлов. И их нужно сначала соединить в один файл. И тогда только закачать. Если в папке в одной нескольких файлов, то так. Потому что за неделю я набираю, в воскресенье отправляю. В другие города бывают. Ну, свои люди работают. Там администраторы. Дальше. Это вы без меня знаете. Беспакуюсь о том, чтобы не было потеряно ни одно звено. Ни один ролик. Когда закачиваете, то обязательно. Повторяю. Обязательно. И это не раз говорю. Что обязательно должны на бумаге записать, какой был предыдущий. А потом сделать подсчет. Не было ли утеряно что. Вот так. Александр Гапустин. Ну, говорят. Ну, это частная переписка. Зачем нам это? Так вот в этом-то и дело. Мы на частном учимся. Вот о Виге. Ну, муж на вал у ней. Гулянка идет. И в это время Давид посылает. Ну, может, все, что дадут маленько, пришли. Но она еще не выявлена бы, какая она женщина. Там сказали. Ну, кто такие-то ходят тут всякие, тут просят. Много вас тут от хозяев бегают-то? Давиду сказали, он немедленно припаяшься с мечами. Надевайте. Пойдем. Мы расправимся с ними. А жена вышла навстречу и сказала ему имя Навал. Это безумный. Сколько таких мужей, у которых Навал. У них все Навалом есть. А они безумные. Навалом у них связи. Они там в отделах каких-то миссионерских где-то. А они безумные. Безумные. И она убедила Давида, что муж безумный. И он назад протрезвелся. Она ему сказала. Он глаза вытаращил. Парали, говорит. Кондрашка хватил, его помер. И все на этом. Александр Капустин. Только что пришел с работы. А тут такая долгожданная посылка. Отдельное спасибо за неожиданный подарок. Евангелие крупным шрифтом. Да благословит вас Бог в вашем труде. Мы отсылаем книги наши. Этот человек находится в США. И вот он писал, заплатил. Выслали деньги, и он получил. Ну, чтобы это не было голословно, я сейчас даже могу маленечко отступиться. Вот. Где-то здесь у меня было. Вот. Немножко хотя бы. Посмотрите, как человек этот выглядит. Как он рад. Пришел с работы. А там получили. Вот он стоит. Новый Завет. Трехтомник. Полное толкование с откровением. Это впервые за 2000 лет такой материал вышел. По всем святым отцам. Для Слова Божия нет уз. 750 страниц. 752 страницы в каждом томе. Это как бы срез истории. Что было с нами. Публикация. К истинному православию. Это Евангелие. Видите как. Вот так христианин должен выглядеть. Все у него как есть. Если бы застегнутый. Я на показы, которые все вот так расстегнуты где-то. Это не просто так. Это низшая ступень масонства. А у него все как надо. Вот так. Дальше. Иванов. Доброго дня. У нас в США визитки стоят 13 долларов 20 центов за 500 штук. Больше и еще дешевле. На днях получу деньги за заказ и закажу. Но мне кажется я распространю больше в электронном виде. Потому что больше общения по компьютеру и телефону. То есть я написал, выслал электронную версию нашего, нашей визитки. Ну простая визитка-то она. Тут не знаю как она выглядит. Выглядит-то вот она как. Подержи, чтобы то руки трясутся. Вот так. Вот я покажу. Вот она как. Посмотри, здесь даже видать будет выше. Вот такая вот. Кому надо я выше. Чтобы сами у себя там отпечатали. И могли распространять. Здесь все есть. Но не только это. Тут у нас вышла другая визитка. Но в которой. Где идут занятия. Вот она внизу. Посмотрите. Где идут занятия. По скайпу. В среду и пятницу. Вот. Это 15. 3 часа. Ну да. Получается что? 3 часа. На 3 часа меньше. То есть. По нашему, по Барнольске это в 6 часов. По московскому 3. Ну получается в 15 часов. С 15 часов. Занятия идут. Полтора часа. Занятия 1 час. По Библии. По толкованию. Новый Завет. И полчаса. Вопросы и ответы. Так. У меня много знакомых по всему миру. И многие хотят знать больше о Христе. Но такой возможности у них нет. Ваша интернет школа будет как раз то, что надо. Только что познакомились. Новый человек. Но эти, которые за мной гоняются. Не другие. Они на всех выходят. И начинают. А что они могут сказать? Дать они ничего не могут. Они только сблевывают то, что сатана их чем напитал. То есть отвратительными, гнойными, тухлыми словами. Поносят безбожно. И я и сатана, и дьявол, и в аду. То есть полное помешательство. Мне иногда кажется, эти недруги. Даже назвать не хочу. Перешли грань. Началась хула на Духа Святого. И поэтому они на них выйдут. Но тут ничего не получится. Это немец в Америке. И познакомились только. Уже два ролика составили. Я сказал, через две недели ко мне можно сходить. Только через две недели. И он за это время успевает что-то еще сказать. И вот. Вопрос. Почему мусульманство стало более распространенным и привлекательным, чем христианство? О, это вопрос очень большой. Я не показываю, кто говорит. Это очень большой вопрос. В первую очередь, это бич божий. Наказать. А второе. Комсомольская правда, такая газета в России есть. И на развороте написано. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас было бы сегодня русских 650 миллионов. Киньте, 650. Больше полмиллиарда сожрал этот лысый пигмей, который лежит там, квасит его в мавзолее. Это проклятие России, пока не похоронят. Более злобного, дикого, страшного человека в истории мира не знало. Мира всего. Об этом говорит Дмитрий Смирнов. Батюшка, это действительно так. Гитлер это просто младенец по сравнению с ним. И вот. Как сделали? Убить ребенка не грех. Убить ребенка. Утроби. Аборты делают. У мусульманки главный идеал. Идеал у ней какой? Родить пять сыновей для Аллаха. А дочерей хоть десять. Так учтите, что у них много женства разрешается. Четыре жены сразу иметь. Да если каждая по пять сыновей, сколько будет? А у православных идеал монашество, чтобы не рожать. Ну и что спрашивается? Там 8,1 ребенка на семью в среднем. А у русских 1,8. По-другому и не может быть. Мир-то заполняется. Земля пустой не будет. И тут говорить не надо. И не надо обвинять, что там говорит Ангела Меркель. Она доброе дело делает. Но только кого добродетель-то посылает, а своим делает, принимает. А кормить-то своих надо. Там другое опять будет. И вот поэтому. У них защита. У православных ничего нет. Женщина, как она ограждена, как она одета, посмотрите. И как здесь. Американские женщины написали мусульманским. Какие вы счастливые. Над нами как издеваются. В одних трусах грудь раскрыта. У них ни одна не выйдет. А если обязательно, чтобы буть была раскрыта, и видно, что у нее вывалились все эти... Все, что есть. Это не годится. Дальше. Галина Иванова. Разве разговор о незначительных ошибках в синодальном переводе это нападки на него? Ну вопрос как бы. Конечно, нападки. Ну незначительно, маленько. Вот стоит пища. Знаете, вот есть яд. Гликерия у нас тут. Вот. Гликерия по-русски. И вот. Там есть яд. Но в каком угле горшка, не знаю. Двой человек есть или нет. Ну знаете, здесь у нас комната большая, но где-то змея ползает ядовитый. Я не знаю, есть о дворе и змеи. Это притча Иоанна Златоуста. Вот. Это вообще удивительно. Как-то я расскажу про нее, про эту притчу. Она у каждого в доме. И так и здесь. Он немножко где-то, но недоверие вызвано. А где? Это падает подозрение на каждый стих. Видите, я отвлекаюсь маленечко. Ну, по-другому никак. Вот здесь это статистика. Выборочная. Библия. Вот посмотрите. Подведи. Это я провел статистику. Нашел, сколько букв в каждой книге. Ну, просто для себя посмотрите. Итого что? В канонической Библии сколько? Тридцать одна тысяча двести двадцать семь стихов. Во! И пять. Это еще не все. Подожди-ка маленько. Я не то взял. Где-то здесь. Статьи. Вот здесь эта статистика. А вот она, Библия. Статистика Библии. Вот она где. Смотрите. Просто для себя. Отметьте один раз. Это много времени отняло. Калькуляторы. Несколько человек помогали. Я вывел сколько букв. А зачем это нужно? Еще я расскажу. Когда не нужно, тут можно объяснять. Безразличие. А когда человек делает исследование Библии, как Иван Петрович Панов, где в семерке сходятся буквы, на семерке там все это. Это понятно для чего. Дальше. Эканонические книги. Видите? С какой тщательностью было проведено, сверено. Раза на три проверка прошла. И вот такие данные я выдаю. Это тоже только наша наработка. Наша наработка. Ну, у меня работает только калькулятор, а остальное пришлось самому делать. И вот поглядите. Проверьте. Зафиксируйте. Дальше. Вот. Я сейчас покажу, для чего это. Гляди. А вот черта иота. Сколько черточек, сколько и кратки. И ни одна не пропадет. Так вот теперь смотри. Библия в неканонических книгах. Так. Где-то тут надо найти, где неканонические. В неканонических книгах. Нет. Это входит. Новый Завет. Вся Библия с неканоническими книгами. Вот. Считайте. Сколько стихов? 37 тысяч 82 стиха. Так. Библия переведена русская. Это лучше, может быть, в мире перевод. Но где-то неточность. Вот. Вот больше. Не надо туда. Не допускай. Надо стронить ногами это. Зачем туда? Вы что делаете? Это сразу собьется. Нельзя этого делать. Глядите маленько туда. Смотрите. Это 37 тысяч ставится под сомнение. Тысяча 361 глава ставится под сомнение. 77 книг ставится под сомнение. 669 тысяч 284 слова ставится под сомнение. 3 миллиона 172 тысяч 512 букв ставится под сомнение. Ну, немножко где-то. Немножко. Там в 10 местах. В 10 местах там неточность. Все. Вся Библия ушла. Неточность. Я считал как-то вот это американские космонавты летали, когда везде у них там снимают эта пленка. Но это все, эти пленки эти готовят в одном месте. Там один раз брак был. Что брак? Почему брак показала пленка? Оказалось, кран в соседней комнате открывали. И от крана, и там какие-то молекулы отлетели. И одна женщина быстро пришла к начальнику и говорит, у меня сейчас была, шапочка сдвинулась, я видела, волосинка упала. Но за это время, пока она шла к начальнику и обратно, 50 километров пленки вышло. Все 50 километров выкинули. Я когда прочитал, в ужас пришел как. А по-другому нельзя. Вот эта одна маленькая волосиночка, она попадет там, где нам необходимо рассмотреть на Луне или на Марсе. И тогда вся наша компания, зачем она нужна? Она под нож пойдет-то. Потом нам легче выбросить. Поэтому легче выбросить весь перевод, русский начинать по-новому. Люди еще не понимают. Трогать синодальный перевод нельзя. Это богохульство. На этом переводе миллионы людей вошли в рай. Определились. Где-то вот где-то микроскопические знания имеют. Каждое слово по словарю выискивать не так. Перестаньте богохульство. Вот как я понимаю. Неприкасаемость на дальний перевод. Татьяна Тейни. Здравствуйте, Игнатий. Если не ошибаюсь, Тихонович. Меня зовут Татьяна, 46 лет. Вот я беру сейчас, это я даже не считал еще, что она говорит. Может быть тут не надо было выставлять. Ну ладно. Как-то мы жили на квартире в частном доме. И хозяйка нам разрешила развести кур. Вот как-то я, убираясь в курятники, решила куриный помет на огород выгрести. И нашла там в земляном полу икону. Под стеклом с металлическим окладом. Почистила и поставлено окошком. Хозяйка увидела, что я везде порядок навела. И решила дом продать. Так я и оставила эту икону там. Часто думаю, правильно ли я сделала, что не забрала. Возможно, она опять окажется в том же сарай в земле. Можно ли вообще в таких случаях забирать иконы? Ведь она не моя. Как это будет? Как это будет? Как спасение иконы или как воровство? Я чужого никогда не беру. Просто за участь иконы переживаю. Скорее всего, со мной такого больше не произойдет. Но все же захотелось бы знать, что в таких случаях делать. Ну, видите, интересно такое случая. Напоминает библейский. Там прихелки было. Когда нашли Библию. Это Детский Завет. Закон Божий, он лежал там под деньгами. Деньги выбирали. Ну, у русских нет денег выбирать. Хоть навоз, помет. Небольшая разница. Но все равно нашла икону. Ничего тут такого нет. Если можно, вернись, забери. А если нет? Ну, и нету, и нету, и нету. Ничего не изменится от этого. Вы нашли. Вам это принадлежит. Под пометом было оброшено. Никакого воровства, конечно, ничего нет. Анатолий Меньшиков. Игнатий Тихонович, хотелось бы поделиться с вами своими размышлениями. Может быть, они вкупе с вашими комментариями еще кому-то окажутся полезными. Вот. Для чего это выставляем? Что для кого-то окажется полезным как раз то, что, скажите, я это искал. Скажите. А то бывает крестик найдут. Надевать его. Освещать его как-то. А зачем тебе его надевать-то? Освещать-то. Ты можешь его передать кому-то. Можешь отнести в церковь. А если где-то он поломанный, как икона, можешь сжечь с молитвой, там, сожги, да и все на этом. Дальше. Скажите, детей, наверное, можно учить не бояться смерти, но бояться совершить самоубийство. Как правильно учить? Ну, не бояться смерти, а рассказывать о смерти. Это естественно. Вот протопопа вакуум, пятилетний, увидел, как у соседа сдохла корова. И как он пришел и плакал. Видимо, вот показывает, как над коровой. Ну, вы знаете, главный-то колдун. А кто у русских-то был? Приезжал еврей-то. Ну? Куда приезжал? Ну, везде. В Барнауле везде он был. А Кашпировский-то? А? Да они же в Кашпировске при Сталине были, предсказывал победу. А, Мессинг? Ну, вспомнили. Как его звать-то было? Вольф. Вольф. Волк. Волк. Мессинг-то. И он увидел, как корова заболела, там, сдохла, и тоже плакал. И какое-то потрясение было. Надо водить детей там, где смерть, рассказывать, видеть. Это очень полезно. Не мультфильт смотреть, а чтобы жалость была над любой пташкой, чтобы он поскорбел. Она летала, теперь летать не может. Это очень полезно. Я каждый день думаю о смерти, задумываясь, готов ли я умереть за Христа. Стараюсь представить, как меня могут пытать, склонять к отрещению. Вы как-то показывали видео, где мусульмане головы отрезают, я представлял, чтобы я ощущал, будьте на месте того, чья шея под лезвием. Это очень хорошее рассуждение. В то же время я радуюсь жизни, благодарю Бога за все, удивляясь тому, как Господь все усотворил, вплоть до того, что порой взгляну на руку свою и не узнаю ее. Удивляясь, почему на ней пять пальцев? Почему на ней вообще пальцы есть? И как так Бог все сделал? Да, да. Удивлений просто нет предела. Вот это моя жизнь, как будто это я написал. Я в этом прожил жизнь. Это даже невыразимое словами чувство. Разве не удивительно, что человек единственное существо, которое может само себя исследовать? Да. Кроме того, меня исподвигают к размышлению. Быть может, это не совсем стандартные вопросы, которые тоже, думаю, требуют вашего комментария. Что я буду делать, если меня будут заставлять отречься от Христа под угрозой гибели близкого человека? Мне кажется, что я не смогу отречься. Кажется, то есть не могу сказать, что это с полностью уверенностью. Потому что ситуации, воображение и ситуации в реальности могут оказаться совсем разными. Объясняю для себя это тем, что ведь и апостолы не были уверены, что не предадут Иисуса Христа. Они весьма печалились и начали говорить ему, каждый из них не я ли Господи? Матфея 26 глава 22 стих. Нужно ли мне как-то предупредить близких, родных, тех людей, которые пока не мыслят категориями Евангелия, Царства Божьего, Вечности, что я, скорее всего, не смогу предать Господа ради их земных жизней? Можно сказать. Хорошее размышление. Правильно. Ну, читайте вторая книга Маковейская, седьмая глава, когда мать семерых детей сама подносит. Или вера, надежа, любовь, матер Сапия. То есть, вот, ну, детей убивают, ну что, я знал, что ты смертный, на этом ходят. Никогда нигде ничего не ставят выше Христа. Убьют, все равно убьют. Как себя вести, если начнется большая война и, соответственно, всеобщая мобилизация? Ну, пойти, пойти, а там убивать не будут. Надо вытаскивать раненых и посчитать нужным, задерживаться, никакое оружие в руки не брать и не давать присяге, никого не убивать. Дальше. Судя по мировым событиям, это вполне вероятно. Да. В армии я не служил по причине последней степени плоскостопия, хотя автомат в руках я уже держал на военных сборах в школе. В этом вопросе меня страшит предательство Господа нашего Иисуса Христа. Как бы не согрешить, где? Понимаете, вот я опять сейчас покажу. Вот у нас есть во свете Библии, видите? И вот здесь есть к истинному православию, вот эта книга. Я ее ткнул, вот этот православный библейский сайт, я ткнул. И вот здесь. А я говорю вам любите, где-то найди здесь такое. Итак, вот здесь эти. Где-то такое. Да вон она. А Господи, освященцы. Любите врагов ваш. Где? А я говорю вам, любите врагов ваши. Ну, вон она, вы на ее смотрите. Какая страница, скажи-то? Ну, надо смотреть где-то. Ну, вон она. Ну, вот она, вот она. Страница 299. И вот здесь это жирный курсиум, это Библия. Здесь все выбрано из канонов, из святых отцов, из Библии. Из жития о том, что ни под каким видом, никогда, нигде, никого не убивать и все. Потому что многое скрывают. А то мы показали. Вот здесь найдете ответ. Полный ответ. Не согрешите. Иногда размышляй над тем, что мусульмане будут атаковать Россию. Как они будут действовать? Резать налево и направо? Или брать в рабство людей в Писаниях? Да, в рабство брать. Они, как правило, христиан настоящих не убивают. Которые изменили у них, там были мусульмане, и перешли в христианство, они тех убивают. Хотя здесь у нас под боком Китай. Не исключено и с этой стороны получить удар сперва. Ну, так мы не знаем, не будем гадать. Главное быть верным, молиться об этом. Благодарю Бога, что сейчас, по крайней мере, в нашем регионе мирное время. Как будто это я написал. Все сходится. Мне порой кажется, что фильмы, которые уже долгое время выходят на экраны с асцентами борьбы, битв, убийств, специально показываются сатаной, чтобы вырастить из людей убийц. Да. А Господь, в свою очередь, допускает, чтобы такие фильмы выходили, чтобы его дети были готовы к мукам и были научены страдать. У Бога все вымерено. Слава ему во веки веков. Аминь. Кто это написал? Как его звать-то? Анатолий Менщиков. Ну, это не Менщиков. Анатолий Великанов. Такие мысли дает. Фамилию это можно переменить. Роман пишет. Дорогой Игнатий Тихонович, вы меня спросили, почему я передаю не прямо свои вопросы, а через ваших ассистентов. Да. Дело в том, что я раньше отправлял на вашу страницу. И когда задавал вопрос об освещении свеч, мне было сказано, что это не по Библии и это не к вам. Это не понятие. Не могу припомнить такое. Кто-то отвечал, бывает, иногда я выезжаю, а модераторы отвечают или администрация, они говорят, отвечают как будто правильно, но сразу видно, что это не вы. Интересно как. Действительно, они знают как, но у каждого свой стиль, речь и так же. И тогда я понял, что сообщение прислали не вы. Видите как. Так же мне присылали письмо, где вы говорили смотреть видео, где есть ответ каждый день. Да, вот это вот. Я это и так знал, поэтому писал туда, чего ваш модератор игнорирует людей и прячется от них. Нет, они не прячутся, это напрасно. Попросите у них, чтобы опять возобновили эту практику, ведь не все понимают в компьютере и проще написать ВКонтакт. Э, нет, ВКонтакт не проще. Зачем с перекладными-то? Здесь не пойдет. Прямо на наш форум заходить. И не могут, значит, не могут. Ради одних никак не могут. Я заставить не могу. Все работают на государственной работе. У нас не пенсионеры работают модераторами. Это минимум, я должен оповесить 15 человек. 15. Это минимум, которое задействовано в наших ресурсах. У нас очень большая работа идет. Очень большая. Больше 4 тысяч наших роликов только. И ответы, и согласования берут и перекидывают с других ресурсов на меня. Сами выходите, чтобы я мог считать. Я пенсионер, у меня больше свободного времени. Так, о свечах спрашивал освящение на Сетине. Почему у нас освящают свечи, а греки нет? И почему женщины... Ну, это принято, и все освящают на счет особенного. И почему женщины в церкви стоят в определенное время литургии посреди храма с такими огромными свечами? У нас этого нету ничего. Я не могу отвечать на тех, у кого есть. Но ничего плохого-то нет. Посреди храма не могут. Они должны стоять слева. А какие уж свечи есть, должны быть большие или маленькие, не имеет значения. Главное, должны быть чисто восковые. Не должно примеси быть ни одного грамма, ни одной молекулы. Только вот это. Извините, что спрашиваю. Просто хочу все, что у нас есть, понимать и докопаться до мелочей. И не на все могу найти ответ. Ну, вот теперь вы ответ знаете. Приходить, самим ставить. Только сюда ставить. Вот. Это я неправильно пишу. Лучше модератором поставьте Никиту. Он очень хороший и отзывчивый человек. И зря его называют вампиром некоторые. Обращающиеся к вам люди. Кстати. Ну, какой он вампир? Вампир это вообще. Я не знаю даже как, к чему ради Никита вдруг вампир. Ну, не занимаются. Никита, вот скоро будет год, как он здесь. Вот. Все еще у Никиты главное, помолитесь об этом. Он живет как сквозняк. Вот видит, не так. Не скажи, он перешагнул и дальше пошел. Он не хозяин. Я говорю, мы все хозяева здесь. За шторь. Он сейчас шторки закрывает. Дверь закрывает. Ну, если не выхлопано или лежит под ногами, там, убрать надо, там, что-то. Он перешагнул, дальше пошел. Ты же видел это? Видел. А почему что-то не сделал? Ответа никакого нет. Ну, ты хозяин, хозяин. Под ногами мешается. Надо убрать. Ну, постепенно приходит. Жизнь человек в этом прожил. Компьютерные игры и прочие там недостатки были. Над душой-то работать труднее, чем просто его охаять. А ты тот плохой. Я его не звал сюда. На священниках, которым был, его не натравливаем. А наоборот, даже письмо тут пишут. И не знаю, надо, не надо отсылать. Ты подумай, чтобы его не огорчить, священника. Кто приезжает сюда, даже с тектантов приходит. Я всем говорю. Помните добро, которое вы там получили. Любовь к Библии. Какие-либо друзья. Все поддерживайте. Благодарите Бога, что вы там были. Я вот получил от 50-ников. Михаила, Анна Иеремеева. Они умерли. Протестанты. А я молюсь за них каждый день. Дальше. Кстати, вам часто стали задавать шаблонные ответы. Ответов, на которые нет у вас на сайте. Я не понял. А что-то ответы-ответы шаблонные. Ответы-ответы. Ладно. Не думали ли вы ответами на них дополнить сайт? Дополнить сайт у нас не дополнить. А, может быть, это которые три книги сейчас стояли. И там 150 с лишним проповедеем. 150 с лишним вопросов. Да, думали, но пока работа идет. Если только открытым окон 31, 32, 33 том. Они на сайте стоят, эти книги. Но не выбраны были в эту папку. Которые идут 55 папок. Туда они не попали. Они были добавлены, добавлены книге позже. Когда уже сайт был составлен. Может быть так. Так, вот оно. Перешлите слово в слово. И прошу, чтобы в выпуске оно было точно. А, это мне вот это дали. Вот у нас занятия идут. Вот посмотрите, чтобы войти в занятия. В среду и пятницу. Это вот я сказал, что оно получается. В 15.00. Ну, по Барнаульскому, по нашему. В шести вечера, полтора часа. Это в скайпе везти надо. В скайп? В скайп. Ну, вот это все. Ну, вот видите, как много заняло сегодня это времени у нас. Вот теперь мы посмотрим, что у нас пришло. Кто такой? Тут Михаил. По-моему, Михаил. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Знаю, что вам нужно для начала узнать о человеке. Расскажу о себе. В миру меня зовут Тимур. Церковное имя Михаил. Мне 16 лет. Родился в Украине. Сейчас живу и учусь в Англии в колледже. По промыслу Божьему, как я потом узнал, меня привели в церковь и познакомились с Богом год назад. Родители не верят, бабушка с дедушкой верят, но не всем сердцем. Когда видели меня, молящимся, говорили, ты этим не увлекайся. За всего один год жизнь была наполнена духовными восхождениями и падениями. Я четко помню момент, когда был во мне Дух Святой. Все казалось красочным, сверкающим. Я с любовью смотрел на каждого прохожего, на все, что меня окружало. Молился за всех и благодарил Бога. Я очень дорожу этими воспоминаниями. Оно меня при каждом падении возвращает к Богу. И еще один такой момент был, когда я в дорогу к бабушке взял с собой Евангелие от Матфея и прочитал его, не отрывая глаз. Я не замечал и никого вокруг, и часы прошли за секунды. Оторвал глаза от Священного Писания другим человеком и хотелось совершать подвиги, помогать всем на белом свете. Недавно я начал смотреть ролики в интернете про Христа и веру. Они мне дают надежду, пока я далеко от Родины. Ваши ролики дают мне уверенность и утверждение в Боге. Спасибо. Мой вопрос, возможно, очень странный, но очень тревожащий меня. Верующих вокруг меня нет, а особенно православных. И мне очень хочется иногда перекреститься или перекрестись и иду перед приемом пищи. Но я не могу это сделать при всех. Мне говорили, что можно перекрестить себя и иду в уме, если никак нельзя сделать это. Но я понимаю, что не должно быть так, правда? Скажите, пожалуйста, как мне не смущаться креститься на людях вне храма? Спасибо, Господи. Правильно креститься. Лоб, чрево, где право и лево. Вот так вот. Перекрестись. Меня спрашивает Александр Иванович Устинов, герой веры. Он веровал во Христа, был арестован, приговорен к расстрелу. Но Сталин, говорит, скопытился, его раньше выпустили. И он меня спрашивает, ты на работе так крестишься? Я говорю, нет. А почему? Я не знаю. Я про себя, вот как он говорит, а вокруг рабочие, я на стройке работаю. А реконструкция города Искитима, это в степи, там, пургай, вагонщик. Мы вагонщики. Город, закладываем город. Реконструкция города, то есть городу, пристройка. Ну, ты подумай, почему так? Они знают, что верующие? Конечно, знают. Все знают верующие. Ну, ладно, я на завтра пошел, ну, а с собой еще пост, взял хлеб. Вот время сели, сидим за столом. Тут сидят люди за столом, я тут сижу. И вот перекреститься, скажи, как на руку, будто гирю кто повесил. Я подумал, лучше я дома приду, поем. Ладно, без обеда обойдусь. Я очень сильный, крепкий, работаю, бетон возить на второй этаж, тачками. То есть сильнейший надо бы быть человеком. Тем более выработка всегда больше нормы. И никак. А потом подумал, нет, так не пойдет. Я закрыл глаза, и Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божьем, поймал мне грешно. Сатане это очень его не нравится. Мужик напротив сидит. Что? Закрестился. Тебе Бог еще лишний кусок мяса даст, а мяса никакого и нет. А рядом он... Я не отвечаю никак, я свой хлеб жую. У меня там вода с собой в бутылочке. Мужчина рядом сидит. Ты что говоришь? Дай ему в морду. Но тут уже я сатана явно. Тот, кому мне, разворачиваться советчику, который в морду, то его. Они друг друга схватили, а мужики-то ухо обоих вытащили, открыли дверь и выбросили на улицу из вагонщика. Я доел это, и все. С тех пор больше этого не было. Сатана с треском меня хотел смутить, но не получилось. Везде всегда садишься в транспорт, перекрестись. Это начало свидетельства. Особенно в поезде, когда идешь. Перед едой. Везде, где можно креститься. У меня был один Иов Сергеевич Думлов. Он как-то в Москве был, рассказывает. Человек такой, старовер, борода такая. Ну, подошли, а там продавали эти автопоилки были, а тогда наливали морс. И он подошел, когда очередь подошла, и он перекрестился. Женщина глаза так распяла, на нем распялила. И она выпила, и я вам бесплатно налью, говорит, еще стакан выпейте, еще раз перекреститесь. Вот как бывает-то. Еще лишний стакан дадут даже выпить. Везде, говорите, как его звать-то? Михаил. О, Михаил. Креститесь, везде креститесь. Это знамение сына человечества. Не спрашитесь. Что тут такое? Анатолий Тархов. Друзья, очень просим ваших молитв за болящую траковицу Надежду. Кто не знает, летом 2015 года у Нади обнаружили... Ну, ладно, дальше. Евгения. Добрый день, уважаемый Игнатий Тихонович. Видите, как растянуло? Какая-то где-то внизу стоит фотография. Я ее сейчас выкину сразу. Я хотела вас спросить о воспитании и поведении ребенка в церкви. Моему сыну один год у меня... А там еще, еще правее, правее. Один год стоять на службе с ним невозможно. Ребенок бегает у нас с супругом, но чаще у меня не получается толком помолиться, послушать проповедь священника. Приходится приходить уже к концу службы. Как в вашем храме справляются женщины с такими малышами? Храни вас Бог. Ну, у нас есть там Назарий, Варлам тоже большой, вот такой вот. Ну, сколько там ему, Назарий тоже, наверное, года четыре. Этому Варламу-то. А Назарию-то поменьше совсем. И он ходит, поднимется, упадет. Не трожьте его, пусть сходят где-то. А они молчат, дети. Главное, что они ни звука не издают. Он ходит везде, подойдет, а-то-то, но постоит до другого. Я все заснял это. Видите, вот какая фотография, буквально абсолютно невозможно даже. Ну, тут какое-то вот это, много чего-то. Даже считать невозможно. Видите как? Что это означает? Кто-то тут зашел, еще что-то, и даже непонятно, кто пишет. Это порща какая-то сегодня у меня. Я этого не видел. Вот это впереди кто что говорит? Есть? Александр Русский пишет. Здравствуйте, уважаемый Гнат Тихонович. Не могу просчитать, понимаете, вот. Поставили-то. Кто-то фотографию одной испортил. Так много. Не могу. Во! Во-во-во-во-во-во, полезла голова. А это что такое? Это у него выбритая татуировка сделана. Это из кино, видимо, это человек-то. Вы понимаете, какая фотография. И что он тут, кто такой? Это, видимо, Александр Русский. Нема ничего. Ну, что теперь? Это смотрите, сейчас я это выброшу. Где тут есть? Вот оно где. Это ничего не понятно. Что он хотел-то? А! Там вопросы есть, надо читать вопросы-то. А где вопросы? Ну, там, среди всей этой массы текстов. А это его? Наверное. Я же не вижу, как вы тут... Ну, ладно, давай, я его выкину сейчас. Выкину, и все встанет на место. Вот. Теперь этим можно будет читать. Вот. Атеизм, это полноценное... Ну, там, что это написано. Это невозможно. Это какие-то книги. Ну, кому надо, прочитайте. Тут сотни, наверное, сотни ссылок на интернет разных. На YouTube. Тут все, чтобы вы заходили, смотрели. Это, наверное, пару месяцев, наверное, чтобы посмотреть. Ну, тут полмесяца нет. Вот я просто показываю, где. Смотрите. Вот это он поставил фотографию неразмерную. Не то, что она не нравится мне. Это его, говорится, выбор. Ну, ясное дело, что как христианину, мне это и претит. Ну, и дальше. Вот. Роман Фроликов пишет. Можно ли быть монахом? Видите, какой вот это? Можно ли быть монахом? Что за счет вопросов? Монастыри открыты, монахам нужно. И монастыри нужны быть. То есть один, когда... Но никаких обетов не давать. И быть свободным, выйти в любой день, чтобы мог идти на проповедь. Монах это благовестник. А все извратили. Видите, как одеты. Борода застегнута. Это все так, как я говорю. Александра Кузнецова. Мир, о вас помню. Книгу каждый день читаю. Не могу начитаться. Все, как новое узнало. Сколько-то не по правилам наше православие. Боже, как же нам это все переменить? Это что, на книге моя? Да, тут фотография именно. Не книга, а фотография? Фотография книги. А, фотография книги. Ну, вот так. А вот она спрашивает выше. Там, она спрашивает выше. Вот это только никак не могу понять. Почему три ступени? А о чем трех ступеней она говорит? Вот три ступени. Проповедь, распространение, Слово Божие, благодать, сердец, слух. Наверное, как Фефана Затворника, три ступени. А, три блага благодать. Ну, так и есть. Благодать призывающая, благодать обращающая и благодать освящающая. Ну, это так. Если от объясняю не один раз. О монашестве. Тщательно исследуя все известные уставы монастырей, я написал два тома о том. И вывел монашество в том виде, какое было и есть, принесло зло больше, чем коммунизм, фашизм, масонство, вместе взятые во много раз. Мусульманство, атеизм, это все плод монашеского безмолвия и затворничества, прямого противления словам Христа идти и проповедовать. Не вздумайте обижаться. Обида вообще не христианское дело. И в монашество не ходите, не губите душеньку свою. Прочтите здесь обязательно, там сплошные выдержки из житий святых. Этого материала больше нигде нет. Нигде. Вот я поясняю где. Вот прочитайте вот эти места. Вот это все. Это на нашем форуме. На нашем форуме моей книги. Вот она где. Ну, дальше объясняем. Монашество просто пройти, посмотреть. Дальше. Еще. Так, Ольга Лавроненко. Ну, что-то она задает, я там отвечать буду. Что она пишет? Если вам не трудно, может быть, Отец Игнатий, вы посоветуете мне, какие молитвы и когда нужно читать. Ежедневные хотя бы. А то настрой у меня есть, но нужно же с чего-то начать. У меня есть православный молитвослов. Слава Иисусу Христу! Вот это разус. Старшая сестра проверяет нас. Живые молитвослов. У меня есть православный молитвослов для мирян. Полный полустарь в церкви. Издание Московского Данилова монастыря. Москва 2011 года. Начинается с утренних молитв, потом молитвы на сон грядущий, каноны и акафисты, молитвы в течение дня и на всякую потребу. Семь раз становиться на молитву, это в какие часы? Часы не указаны какие. Вот Лестовка, это три святые и сто поклонов, своими словами. И таких молитв, не считая утренние и вечерние, заходов на молитву, скажем, семь должно быть, не меньше. Ну, если как пенсионер, значит, и может быть больше. У меня до 18 доходит. Вот они молитвы. Это не ограничено. Свои желания открывайте перед Богом. Заученные молитвы хорошо, но свои слова могут быть лучше. Хорошо, когда нас молится кто-то, но самая лучшая молитва, когда ты сам молишься. Это Иоанн Златоус говорит. Дальше. И тут это. И что, в какой час читать? Я интересовалась уже этим вопросом, но в ответ получила я в интернете самый общий. Это что касается службы в церкви, благословите меня и согнать на этот труд. Ну, что значит благословить? Это да Бог благословит. Я не священник, во-первых, а потом, сами смотрите, как в церкви, да, там по часам, а дома, как у тебя есть возможность. Вот у меня братья дома пока, я не могу, тут редко когда. Как только ушли, я свободен тогда совершенно. Они на работе, а я... Пенсионный возраст, это здорово, когда ты свободен. Но с чем ты пришел к этому? А если ничего нету? Ну что, телевизор, холодильник, туалет. Вот в этом треугольнике, пока не сляжешь, пока тебя, говорится, родственники не отправят. У меня священник один говорит, подошли, говорит, на исповедь, православные, молодые. И спрашивает, батюшка, благословите нас отравить бабушку. Как она надоела нам, под себя ходит, и смерти никакой нет, автаназии там нету. Ну, благословите, мы ее отправим, и на этом все успокоятся. Тут много читать. Вот, а тут не прочитаешь, вот просто посмотреть, что тут есть. Видите? Это молитва. А там молитва, тут молитвах разных, видите, сколько здесь. Заходите на наш форум, и на нашем форуме, форум наш, и там слово молитва зарядите. Видите, я покажу, где. Кто это? Александр Токарский. Вот так, вопрос, зачем рубашку расстегнул, вот это вот, это вот по всем. Никогда не расстегивайте. Она должна быть застегнута. Так, весь нормально, все, и это много, значит, вид. Добрый день, подскажите, пожалуйста, если мы можем получать благодать в молитве и других добродетелях, то зачем тогда таинство? Вначале понятно, зачем они, а после того, как человек возродился, оправдался, осветился, почему при счастье повторяется? Ну, эти как. Так, а зачем дерево жизни, добра и зла нужно было, чтобы время от времени человек подходил? Вот Исаак Ньютон переписывал с каким-то Токарлеем, как-то фамилию могу и венграм, и он говорит, вот я все, законы ваши все принимаю и сам это понимаю, но везде есть торможения, даже в космосе. Ну, а почему звезды-то не идут, так и идут? Он говорит, значит, есть великий часовщик, который время от времени подводит часы. У меня один говорит, я на хорошем счету, машинист был, проработал больше 30 лет, но поезд привезти точно в секунду ни разу не мог, ни разу. То не там тормозил, то не так свет, то что-то, а у Бога все точно. И вот есть такие часы урановые, я слышал. За 2000 лет погрешность кажется в десятую долю секунды, но ее определили, а как, по звездам? В отношении чего нашли? Урановые часы, распад, и то может быть другое, но звезды нет. В откровении, это, в бытии говорится, для определения времен. Вот так. Да, для жизни необходимо это. Вот причащается человек, придумали прощение грехов. С чего взяли прощение грехов? Только. Это жизнь. Его видно, если причащается человек, это наполненный радостью. Эти люди и в старости сочные, плодовитые и свежие. Его злоба не может обуять. За кем-то, чтобы он гонялся, кому-то отомстить. Это вещь неслыханная, невиданная где-то. У него другое, у него мысли об одном, чтобы и враги все спаслись. Он постоянно в молитвенном состоянии находится. И для этого нужно причастие, поддерживать жизнь. Вот так, понятно. Артем Колчин. Здорово, замечательный вы человек, Игнатий. А можно поискушать вопросами? Видите как, поискушать. Вот и не гляди, что так решил. Не надо искушать. Нехорошо. Первое, что хотелось бы спросить. Иисус Христос искупил первородный наш грех и вывел праведников усопших из оточения. И нам даровал дорогу к краю. Так мы все продолжаем рождаться в грехе или нет? Да, все. В беззаконии и зачатии в грехе родила меня мать моя. 50-й псалом, 7-й стих. Об этом написано у Евы, 14-й глава, 4-й стих. Кто родится чистым от нечистого? Точка. Не один. Точка. Все сказано. И второе. В передаче говорите, что за вас молились баптисты, иеговисты, и мусульмане. Рад своих молитвы угодно Богу. Есть ли смысл писания искажен? Вступают в неистовство, а во время молитвы прочее? Ну, Бог слышит всех. Вот. Молитва трех ступеней. Первое. Это просительное. Там все и мусульмане, и верующие, и неверующие коммунисты. Все. Второе. Благодарственное. Что он получил, не получил, он благодарит. И третье. Словословие. Вот это. Но не означает то, что это спасение. Спасение во Христе. Во Христе. Говорит. В Адаме все умирают, во Христе живут. В Адаме. И поэтому тут вопрос отвечен в Священном Писании. Так. Это о чем? А зачем таинство, которое... А вот он ответ. Вот три места Писания, и все кончилось. Ну, какой священник сегодня так отвечает? Вы мне расскажите. Чтобы отвечал местами Писания. То есть они пришли не ко мне, а к Богу. Я тосал. И Бог, и Его, и Дух Святой им отвечает вот так. Дальше. Артем Колщин. Как-то поискушать хочет. Зачем? Вот я им отвечаю. Смотрите. Да в грехе. И потом. Вот. Ибо не верю. Чья молитва угодно. Нам они молятся. Бог слышит всех. Всех. Вот где написано. Смотрите. Вот посмотрите. Молитва какая. Прочитайте. Всех слышит Бог. Всех. Это говорит Дух Святой. Вот он нам ответ где. Дальше. И еще. Для Николая Ратников. Сделайте более подробное видео про ИНН, Уэка и так далее. Я показал одному раскольнику. Он засомневался в своих установках. Но что-то не хватило до конца его переубедить. В частности они считают, что врата адовы не одолеют церковь. Но это не ОРП ЦМП. Сейчас идет вторая волна после ИНН. Многим наделяет Уэка. Некой силой, которая способна каким-то волшебным в кавычках образом влиять на выбор человека. Кто Уэка взял, тот и печать возьмет. Так как его сознанием завладеет система в кавычках. Так примерно они думают. Ну неправильно они думают. Еще Сергей Кубков похож чем-то? Да, похож чем-то. В общем, похоже. Вот так. Неправильно это. Вот у нас на форуме зарядитель все ИОЭК и ИНН. И там подробно ответственно. Что Крестьянкин, Гурьянов, что Алфеев. Я всех беру, всех. И на основании Библии доказывает, что церковное начальство Московской Патриархии отвечает абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Мне зато приходит, ну как вы видите, такая там беда в Патриархии, что не надо путать одно и с другим. Одно это другое. Дальше. Приветствую и благодарю вас, дорогой Геннадий. Дай вам Бог душевного спокойствия и терпения. Ждем ваших бесед о Слове Божьем и облечения заблуждений. С уважением Д.А. Краснов. Прошу у вас совета посетить отца Кирилла в Москве. Может Бог даст ответы для понимания многих проступков. Ну все, стои дальше. Артем Колчев. Доброго Бо-ответа. Но все равно не ясно. Жена была крещеной, и я крещеный. А сын, получается, в грехе родился, знакомый вопрос. Ну если в грехе родился, что тебе крещеная, крещеная, плоть-то осталась та же самая. Ответили, спорит, я не спорю. Спорит, тот ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. Я ее возвестил и отошел. Это что? Как я тут почитала, вы называете мусульман оппонентами, то есть приближенно к врагам. Так? Чем же они нам не угодили? И как я понимаю из формы, большинство считает, что Иисус это Бог. Почему в церквях там много икон? В Библии создание, создание образов и поклонение им грех. Однако вы делаете противоположное. И прошу дать ответ не с копированием, а с другой интернет-страницей, честными текстами, а лично от вас. Ну слово оппонент, враг, там то другое. Вы слово оппонент не знаете. Давайте посмотрим. Я отвечаю. Так, мусульманочка. Словарь Ожегова разъясняет слово оппонент. Так, оппонент. А, мужскурот книжное лицо, которое... Оппонирует кому-то. Оппонирует кому-нибудь официальный. А так, на защите диссертации. Второе, женскурок, оппонентка, разговорный. Оппонировать, а что означает? Выступать. С критическим разбором чего-нибудь на диспуте во время защиты диссертации. Чего-то, ни враг никакой, ни оппонент. Вот ответ. Здесь ответы на наши, из нашего форума. А что Иисус есть истинный Бог, второе лицо Пресвятой Троицы, это видно из Святой Библии. Христос и истинный Бог. Я просто показываю местописание, как я отвечаю. Вот сколько мест Писания. Больше ничего не надо. Пусть они смотрят, что Бог говорит. Дальше. Еще раз посмотрите внимательно. Вот до сего места. Все места прочитайте внимательно, не торопитесь. Об иконопочитании. Вот все говорится где. Иконы не идолы. А поклонение не сказано, чтобы им кланяться. Это вывод такой делают. И нам не надо перехлестать. Иконы не идолы. 41-17 из Икииля. Куда Христос говорит, дом мой. В этот храм пришел. Зарававелев, не Соломонов это уже был. Ну и дальше ответы. Вот они какие идут. Тут надо считать, я уже так пропускаю. Михаил С. Игнатий Тихоныш, сегодня православная церковь отмечает память преподобного Антония Великого, который был монахом-пустынником. Как, по вашему мнению, следует относиться к нему, да и к другим известным отшельникам, которые не занимались благовествованием, а удалились в пустыню? В том числе и Арсений, и многие-многие другие. Многие из них остались на своей книге, в которых не говорится благовествование, а звучит призыв к удалению от мира. Ну понятно, что дальше. Стоит ли их читать? Отвечаю. Антоний и прочих канонизированных ежедневно призываю в своих молитвах наедине с друзьями и в храме. А вот относительно того, что они сказали, я начитал и поместил на своем форуме пять томов добротолюбия. Это мое отношение к их трудам. Начитал там в 1980 году, а поставил до сайте всего лишь лет пять назад. Значит, у меня ничего нового не изменилось. И мое к нему отношение самое спокойное. Относительно же благовестия, они не то, что неправы. Мое отношение к этому неблаговестию даю в ссылках не на чужое, на свое, что уже было много сказано и не раз. Если вы действительно хотите знать по этому вопросу мое мнение, то хотя бы один раз прочтите сие. О монашестве вы разве не прочитали, что я показал на нашем форуме? Ну вот теперь смотрите, вот она тут мелкая, тут, наверное, нельзя было прочитать. Просчитать просто можно. Вот это места, где тут, видать, ничего не увидишь. Ну это все на нашем форуме. Евгений Миронов. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Сейчас в связи с событиями на Украине многие православные патриоты, в кавычках, как правило, по благословению священников призывают готовиться к войне. Ну ладно, это подробно, меня не касается. Я тоже отвечал многократно. Вот ответы. Вот ответы. Я просто протянул. Вот, это даже невозможно протянуть. Какой большой ответ. Это по всем святым отцам, по всем. И дальше еще даже продолжение. Ну сами зайдите на форум здесь и просчитайте. Это на форуме в ответах 220-я страница. Ну вот все. Теперь следующий будет 221-й. Я сейчас покажу немножко еще наше. Что-то тут непонятно. Мелькнуло и нет никого. Вот, смотрите, вот просится сейчас там наша страница в моем мире. Просит там, друзья, кто Сергей? Иккинс. Кто ли фамилия? Какой-то доллар. Не фотография. Я ему говорю. Я не принимаю, друзья. Фотография должна быть. Глаза не очками закрытые. Чтобы видно было. Ну сделайте голову только. А то где-то там, где-то за деревом выглядывает. Зачем мне это нужно? Это обман идет. И вот он все время лезет в друзья, друзья. Сейчас я нажимаю отклонить. И он ушел. Ну я не знаю сколько, но раз 50 он уже просится. Зачем? Кто? Человек, не человек проверил. Там еще нет. Доллары какие-то проповедуют. Мне это не надо. Это вот наша страница. В моем мире. Сколько у нас тут видео? 2585 наших видео. И 18800 фотографий. Вот. Теперь посмотрите, что еще. У нас открыт православный видеоканал. Тут более 4000 роликов. И вот здесь, чтобы узнать, что еще здесь слово главное. Вот я главное сейчас нажму. И посмотрите, какое сокровище у нас. Вот дернулось. Вот смотрите. Каждый день выставляем, где мы, как идет. И вот, житие святых на каждый день. Вот она. Заходите. Она считана в 80-х годах. Бери, читай. Пожалуйста. Слушай, то есть, где. Ну это дальше есть. Это наш большой-большой православный видеоканал. Ну все, наверное, на этом сегодня. Особенно здесь вот позайдите. Ответы. Это наш сайт. Это огромный-огромный материал. А вот форум-то. Ну на форум тут проще всего. Вот зашли. Где тут у нас форум-то? Это непонятно, что-то куда-то углепело. Она не открылась. Не открылась. Ага. Видите, как это все идет. Это какая страница? 221-я будет. Показать, что у нас на следующий день откроется. А, видишь, она не может взять. Неизвестно почему. Не может вытянуть страницу. Ну все на этом, однако. Благословен Господь. Благодарю, что почитали. До следующего дня. Слава Божию. Спасибо, Христос. Лава.